Взаимосвязание 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 никем не управляется, но мы знаем, она управляется Словом. Божье Слово, однажды произнесенное, продолжает управлять и действовать в этой сложнейшей системе. Для чего я все это говорю? Когда мы смотрим на человеческую жизнь, я еще раз повторюсь, мы говорим на тему искусства жить вместе. Ведь так естественно кажется для нас, любовь, семья, дети, взаимоотношения, дружба. Ведь это так естественно вложено в нас Богом, Творцом. И вот вопрос, а почему же тогда это так сложно? Если это так создано и это так просто делается во всем остальном, ведь мы же не сомневаемся во всем остальном. Оно действует, оно работает, у нас нету никакого сомнения. Солнце есть, воздух есть, вода есть, все есть, все работает, все действует, все просто. Но наш внутренний мир, внутренний формат, ведь он тоже создан. И все так сложно. А в последнее время все кажется настолько сложно, что даже невозможно. Взаимоотношения разрушаются, и даже самые близкие люди друг к другу, не только семья, но и друзья, они подвергаются глубочайшему кризису во взаимоотношениях. Верность, партнерство, команда. Те слова, которые еще не так давно были ценимы, люди готовы были полагать жить друг за друга. Сегодня мы не находим в современном мире. Я хочу поразмышлять с вами на тему, как нам вернуть легкость в ту простоту, которая уже есть. Как это сделать не просто возможным, а функциональным, даже без нашего суперкомпьютера, интеллекта со всеми его знаниями. Стать тем деревом, которое приносит добрые плоды. Ведь оно не задумывается об этом. Итак, тема, я уже сказал, искусство жить вместе, а проповедь, как бы под тема будет называться «Третий не лишний». И я специально взял такое немного вызывающее название, которое имеет сноску на расхожее выражение «третий лишний». И вот в размышлении о конфликтности именно об этом хочу сегодня поговорить. Третий во взаимоотношениях. Ну, начнем с того, что самый первый и самый глубокий и болезненный конфликт, который эхом докатывается до современности, он произошел из-за третьего лица. Были двое, были Адам и Ева, и однажды в их жизни появился третий персонаж. В Библии он называется змей. Мы его также знаем как дьявола. Того, кто возгордился, был сброшен со святых небес. И вот этот третий проявляется и разрушает отношения. На самом деле, часто именно внешнее влияние становится катализатором кризиса или катализатором конфликта во взаимоотношениях. Мудрый Соломон говорит так в книге притчи 26.20 «Где нет дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». Часто именно третья сторона является таким катализатором конфликта. Если мы хотим иметь понимание о том, как развивать взаимоотношения и делать отношения легкими, очень важно обратить внимание на третью сторону. Вот в этой теневой часто стороне искрывается множество конфликтов или потенциальных конфликтов, которые могут произойти. Когда этот конфликт произошел, он произошел следующим образом. Люди послушали змея, они послушали эту третью сторону, они вкусили от древа познания добра и зла. И когда Господь приходит во время, которое он любил посещать человека, иметь общение с ним, они слышат его голос и проявляется конфликт. Они прячутся. Они не хотят иметь отношения с тем, кто еще недавно был ими горячо любим, и они знали, что он любит их. У них была прекрасная гармоничная атмосфера взаимоотношений, и вдруг нет желания быть рядом, нет желания иметь общение. Конфликт. Когда нет дров, нет огня. Когда нет наушника, нету раздора. При появлении третьей личности, о которой мы с вами читаем в книге «Бытие», произошел раскол во взаимоотношениях. Кстати, сначала он произошел у человека между собою. Адам и Ева, они устыдились друг друга, они начали пытаться как-то себя защитить друг от друга. И следующая фаза – это уже был конфликт с Богом. Когда вы сегодня видите современный мир с разводами, с расколами, с неверием, это результат работы теневой стороны. Наушники – это не только те, которые тайно что-то говорят, это образы, рожденные этим миром и так усиленно внедряющиеся в человеческое сознание. И когда человек, мужчина или женщина общается с этими образами через свой компьютер, через телевизор, через свое окружение, когда она общается с этими образами, вдруг в ней возникает или в нем возникает эта конфликтная фаза, что-то не так, мне чего-то не достает, мне чего-то не хватает. И Господь очень быстро разобрался с этим. Он быстро понял, в чем дело. Обращаясь к человеку, Бытие 3 глава, 10-11 стих. Он сказал, то есть Адам, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Господь очень быстро понимает, в чем дело. Он не пытается даже как бы разбираться с Адамом. Он понимает, есть третий. Есть тот, который что-то сказал, и в результате того, что он сказал, произошел конфликт. Часто мы более близорукие. Мы думаем, когда люди входят в конфликтную фазу с нами, что они как-то вот сами до этого дошли, что вот как-то они сами вот в этом жили-жили, и вдруг это проявилось. Нет. Это внешнее воздействие. И когда мы пытаемся разобраться с конфликтами, мы часто уходим внутрь, пытаясь найти проблему там, а она очень часто совсем не там. Ее надо обнаружить снаружи. Возможно, какой-то сериал надо перестать смотреть. Возможно, с кем-то надо перестать общаться. Возможно, кого-то надо убрать из своих идолов, кому ты уже начал поклоняться. Возможно, есть та третья сторона, со слов которой возникает конфликт во взаимоотношениях. Господь не начал разбираться с Адамом. Он не начал ему говорить о внутренней болезни. Он говорит, кто сказал тебе. Господь зрит в корень. Вопрос можно вот этот вот, кто сказал, что ты наг, перефразировать. Или можно, я так себе написал, в нем читается другой вопрос. Кто открыл твои глаза? Или если сформулировать более расширенно, на чем я и хочу остановиться, кто повлиял на твое самовосприятие, что ты почувствовал себя ущербным в оригинальном образе? Кто повлиял на твое самовосприятие, что ты почувствовал себя ущербным, находясь в оригинальном образе? Сегодня женщины хотят быть мужчинами. Мужчины иногда женщинами. И я сейчас не говорю о крайностях. Я вообще сейчас не говорю о крайностях. Я говорю о эмоциональном фоне. В оригинальном нашем состоянии вдруг мы перестаем себя чувствовать удовлетворенными от той роли, от того понимания, которое Божье Слово вложило в нас. Ведь Адам и Ева, они были сотворены Богом. Они были в оригинале. И однажды они были разочарованы в своем оригинале в результате общения с дьяволом. Они настолько в этом разочаровались, что они вышли из Божьего Слова, чтобы добавить себе что-то, к своему оригиналу что-то добавить, чтобы это дало им удовлетворение полное. Кто повлиял на твое самовосприятие, что ты почувствовал себя ущербным в оригинальном образе? Почему у них возник этот страх? Если они себя усовершенствовали, почему возник страх? Почему, когда они услышали голос Бога, они спрятались? Потому что они знали Бога. И они знали, что в глазах Божьих есть зеркало для Его творения. Они понимали, что когда они раньше встречались с Богом, Бог их не просто воспринимал, как одно из своих творений, с кем бы он хотел пообщаться. Он пообщался с ангелами, с херувимами, с серафимами. Устал. Пойду к человеку, пообщаюсь с человеком. Они понимали, что в каждой встрече с Господом, встречаясь с Ним, они обнаруживали в себе новые фрагменты, новые факты, новую реальность, которая утверждала их и благословляла их, которая утешала их и помогала им продолжать свой путь в Его благословении. Но в тот момент, когда они решили свою оригинальность усовершенствовать, они испугались. Осознание, что сейчас им придется встретиться с тем, который ясно понимает, что их восприятие реальности стало деформированным. Вы когда-то разговаривали с людьми, которых вы знаете достаточно давно, и они давно знают вас. Может быть, это друзья или семья, или с детьми. И ведь мы являемся неким зеркалом друг для друга, когда мы приходим домой, когда мы возвращаемся, мы начинаем общаться. Какая-то модель поведения, она начинает проявляться в тех людях, которым мы доверяем, и они как бы отображают нам нашу модель поведения, чтобы мы могли ее увидеть со стороны. И вот, когда ты встречаешься с человеком, которого ты знаешь, и вдруг ты понимаешь, его восприятие реальности деформировано. они увидели, что они наги, что это, их восприятие реальности стало деформированным, они начали видеть все в другом свете. Раньше они видели благословение, раньше они видели Божью славу, раньше они видели какие-то действия Божьи, раньше они видели по-другому, и вдруг эта реальность изменилась. Все то же самое и осталось. Ведь Бог не изменился. Эдем не изменился. Они не изменились. Восприятие реальности изменилось. Теперь вдруг семья уже не благословение, жена уже нелюбимая, муж уже нелюбимый, дети уже проблема. Что изменилось? Восприятие реальности. И они не хотели идти к Богу, потому что они понимали, они увидят эту искаженную реальность в его глазах, и от этого им будет еще хуже. Поэтому они думали, лучше я это спрячу, лучше я это покрою, лучше я сделаю вид, что ничего не произошло. Ну, походит по раю, уйдет. Может быть, мы сможем как-то с этим разобраться и потом встретимся и поговорим. Факт искаженной реальности закрывает нас от присутствия Божьего, и факт искаженной реальности закрывает нас от присутствия друг друга. Мы не хотим быть в присутствии друг друга, когда наша реальность деформируется, когда мы начинаем воспринимать по-другому вот этими как бы открытыми глазами, которые на самом деле наше самовосприятие извратили, сделали его ущербным. Вдруг мы начнем думать, неужели мне жить с этим человеком всю мою жизнь? А что изменилось? Ведь именно это решение ты принимал или ты принимала в самом начале. Что изменилось? Что произошло? Изменилось самовосприятие. Один друг мне рассказывал историю семьи, которая была благочестива, любила Бога, любила друг друга. Но в какой-то момент они начали преуспевать, и преуспевать сильно. Финансовое преуспевание в их жизни стало настолько сильным, что они начали позволять себе гораздо-гораздо больше, чем могли. Они купили себе хорошие вещи, они купили себе хорошие автомобили, каждый друг другу. Они могли теперь уже ездить в отпуске даже не только вдвоем раз в год, а они могли теперь отдыхать по отдельности. У них было достаточно финансов, чтобы начать заниматься фитнесом по отдельности, заниматься собой, своими телами. И мой друг рассказывает мне, он встретился с ними, потому что они были уже на крахе своей семьи. Они стояли уже у дверей развода. И он спрашивает, а что с вами случилось? Говорит, было все хорошо. Если бы не эти деньги. В момент преуспевания самовосприятие изменилось. Они начали видеть себя по-другому. Их самооценка, она извратилась. Если раньше они считали достойным жить друг с другом, потому что им казалось, они как раз подходят друг к другу, но сейчас-то они уже одеваются лучше. Сейчас они ездят уже на других машинах. Сейчас они могут себе позволить другое. Так может быть, я могу себе и что-то другое еще позволить большее, чем я имею на этот момент. Дьявол обманул человека. Он дал ему эту ущербность, когда тот был оригинален. И в результате этого он разлучил их друг с другом и разлучил их с Богом. Искаженная реальность закрывает нас от присутствия. Нам очень важно с вами всегда возвращаться к оригиналу, потому что в нем есть зеркало. в нем есть способность осознания и взгляда, который помогает нам сохранить то дорогое, драгоценное, что Богом в нас вложено изначально. И если мы созданы по образу и подобию Божьему, именно так утверждает Библия, то эта функция, зеркальная функция, она есть и в нас. То есть, если Бог является зеркалом и Слово Его является зеркалом для творения, а мы созданы по образу Божьему, значит, вот эта вот функция оценивать, видеть, отображать, она есть и в нас. И, конечно, дьявол понимал это. Когда он подходил к человеку, он понимал, что в нем есть зеркало, в нем есть эта слава, в нем эта способность. И он видел, как человек называет животных. Что такое? Мы уже на одном из наших собраний рассуждали. Это способность воспроизвести из своего внутреннего мира понимание отобразить. То есть, человек был зеркалом для всего творения. Он являл славу Божью и мудрость Божью. И когда дьявол подошел, он сделал первое, это он прикоснулся этой зеркальной функции. Он дал превратную парадигму самовыражения. И теперь зеркало, вместо того, чтобы отображать славу, реальность, величие, оригинал, оно превратилось в пародию. Зеркальная функция, вот так назову ее, воспримите ее как от меня, зеркальная функция в человека превратилась в пародию. В такую жизнь, которая наполнена уже не отображением Божьей славы, не отображением оригинала и не отображением реальности. Жизнь стала пародией. С тех пор мы начали искать образы вокруг себя, чтобы пародировать их и от этой пародии чувствовать себя более значимыми. Так подошел дьявол к человеку, он говорит, если ты сможешь съесть от этого дерева, ты станешь как Бог. Он дает ему парадигму, вот эту извращенную парадигму пародии. Он говорит, если ты хочешь, вот я тебе даю образ, для того, чтобы войти в этот образ, тебе надо приступить к Слову. Если ты приступишь к Слову, ты войдешь в этот образ, и тогда твоя значимость поднимется в разы. Давайте придем к современности. То же самое дьявол делает сегодня. Он подходит и говорит, ты хочешь быть более значимым в своих глазах. Я дам тебе образ. Вот тот брутальный мужик, видишь, как он матерится, плюет через предлечо, и вообще он ни на кого, ни о ком не думает, и на всех смотрит свысока, делает, что хочет. Ты хочешь быть крутым? Я дам тебе образ. Все, что тебе нужно, просто переступи Слово. Ты хочешь, чтобы у тебя была любовь, ну вот не это, одна, единственная, заветная, а так, попробовать все понемножку. Все, что тебе нужно, я дам тебе образ. Я открою тебе необходимые сайты, у тебя будет все необходимое. Все, что нужно, переступи Слово, и ты достигнешь этого образа, и твое совершенствование поднимется. Ты увидишь, что твоя жизнь намного более колоритная и богатая. Пародия заменила истинное зеркало. Когда мы ходим среди творения Божьего, наше самовыражение начинает впитывать и пародировать многое, что влияет на нас, что задевает наши эмоции. Мы видим богатство, мы пытаемся пародировать, мы видим успех, мы пытаемся пародировать, мы видим какое-то вот мнимое удовольствие, мы пытаемся пародировать. Мы начали, мы не начали, мы стали зеркалом пародий. Иногда это ужасные пародии. Когда я разговаривал с одним молодым человеком, нуждающимся постоянно в реабилитации, я спросил его, как так получилось, что ты стал наркоманом? Ну, как так получилось? У тебя хорошая семья, ты спортсмен, ты с детства занимался спортом. Как так произошло, что вот из благополучной семьи спортсмен поступил на высшее образование, учишься, у тебя огромные перспективы впереди, перед тобой все возможности. Как так произошло? Он говорит, ты знаешь, пастор, когда мы пришли на первый курс учиться в институт, у нас в группе был один наркоман. К концу первого курса половина нашей группы были наркоманами. Пародия. Попытка увидеть и впитать из других то, что нам кажется эмоционально нас поднимет, как-то нам даст новые переживания. Эта пародия настолько сильно прикасается, что разрушает семьи, разрушает взаимоотношения. Откровение Иоанна, 3 глава 17-18 стих, Господь выговаривает Своему служителю. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видать была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Зеркало пародии унижает, подчеркивает изъяны, увеличивает искажения. Господь смотрит на Своего служителя. Он говорит, ты даже не понимаешь, ты даже не осознаешь, насколько ты смешон. Ты превратился в такую пародию, что ты думаешь, и ты так себя отображаешь, что ты богатый, ты знаменитый, ты счастливый, у тебя все есть. Он говорит, ты просто давно не подходил к оригиналу, потому что в реальности ты нищий, ты разрушенный, ты малодушный, ты боязливый, у тебя нету ничего настоящего, по-настоящему в твоей жизни нету любви, нету отношений, нету верности, нету посвящения. Ты пародия на служителя, и то, что тебе нужно, тебе нужно покаяться, прийти ко мне и взять то, что вернет тебя в нормальное состояние жизни. Дорогие, в какое зеркало сегодня мы смотримся, чем мы хвалимся, чем мы гордимся, что сегодня так сильно впечатляет нас, поэтому неудивительно, что есть то, что разрушает нас и сокрушает самые дорогие отношения. Этот человек стал пародией. Мы можем хвалиться сегодня теми вещами, которые по-настоящему нас в глазах Божьих никак не поднимают. Да и нас самих они по-настоящему никак не поднимают. И однажды мы устанем жить этой пародийной жизнью, но, к сожалению, бывает поздно. Семья уже разрушена, дети уже ушли из дома, служение уже потеряно, а ты все еще находишься в пародии. Когда их глаза открылись, я имею в виду сейчас Адама и Ева, Адама и Еву, по заявлению дьявола, они должны были стать как Бог. Но ведь это им дьявол обещал. Вкусите и станете как Боги. Они вкусили, глаза открылись, но почему-то совсем другие ощущения. Ведь когда, если бы они стали как Боги, когда они услышали голос Бога в раю, наверное, первое, что нужно было бы бежать и посмотреть, испытать теперь Его силу, испытать теперь Его мудрость, ведь ты стал как Бог. Но почему-то вместо этого они прячутся. Если это сделало тебя сильнее, мудрее, лучше, почему же ты прячешься? В тот момент открылся самый великий обман, скрытый вот в этом пародийном самовыражении, когда они попытались стать пародией Бога, в момент, когда открылись их глаза. они вдруг узнали, что они были и созданы по Его образу. Они вдруг осознали, что им ничего не нужно было делать, чтобы быть как Бог, потому что они были уже созданы по Его образу. в погоне за счастьем мы можем гнаться за тем, что у нас уже есть в жизни. Вы станете как Боги, если бы они только на тот момент прозрели, сказали, дьявол, так мы уже созданы, мы уже оригинал, мы писаны по Его модели, мы как Он, в нас нету отличия, нам не надо переступать Его Слово, чтобы стать как Он, мы рождены как Он. Дьявол внушил им, человеком, и в данном случае он внушил, что Бог третий, лишний. Он внушил им то, что их достаточно двоих, чтобы у них было счастье. Достаточно нашей любви, достаточно наших эмоций, достаточно наших чувств, чтобы быть счастливым. Бог лишний в этих взаимоотношениях. Точно так же сегодня дьявол продолжает обманывать молодых и немолодых, говоря, зачем вам нужен Бог? Мы сами добьемся счастья. У нас есть любовь, у нас есть чувства, нам Бог не нужен. Бог – это третий лишний в наших взаимоотношениях. но истинно в том, что нам нужен свидетель. Мы не можем без свидетеля. Нам нужен тот, который сотворил нас, который не ангажирован и не подкупен, который говорит истину и всегда говорит только истину. Нам нужен в наших взаимоотношениях всегда свидетель, который есть. Да и аминь. Книга пророка Малахия, 2 глава, 14 стих. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Господь был свидетелем. Евреи вот в этой книге, они спрашивают у Господа, вообще, почему? Ну, ты зачем с нами конфликтуешь? Ты почему нам не даешь то, что мы у тебя просим? Он говорит, потому что я свидетель. Потому что я тот, который выравниваю взаимоотношения. И когда я вижу несправедливость, я буду отстаивать справедливость. Я буду выравнивать, я буду балансировать, я буду компенсировать. Я залог вашего счастья. Потому что без меня вы поубиваете друг друга, вы поискалечите друг друга, вы будете один, который более сильный, доминировать над более слабым. Вы не сможете отбалансировать, вы извращены дьяволом. Я свидетель ваших взаимоотношений. Когда мы убираем Бога из наших взаимоотношений, у нас нет шанса оставаться в своем оригинале. Нам нужно возвращение и встреча с оригиналом, чтобы в этой встрече обновлять свою оригинальность. Когда мы говорим о оригинальном зеркале, когда мы говорим о Господе, оно как будто обнуляет наши ошибки. Когда мы приходим к Богу и начинаем смотреться в это зеркало, мы начинаем видеть оригинал, как Бог вообще планировал все, твои ошибки начинаются обнуляться. Ведь именно так Бог поступил с Адамом и Евой. Когда они все-таки вышли, трясясь от страха в присутствии Божьем, первое, что Бог начал делать, Он начал покрывать их. В Его славе Он начал покрывать их, Он начал убирать эти ошибки, Он начал очищать их образ, как бы возвращая человека к оригинальным настройкам. Второе послание к Оринфянам, 3 глава, 14-18 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господен, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Когда мы обращаемся к Господу, мы снова встаем перед оригиналом. Когда мы встаем перед оригиналом, мы перестаем стыдиться, потому что мы видим себя в Нем. Увидеть себя во Христе – это величайшая благодать, подаренная человеку. когда ты видишь себя во Христе, ты видишь не свои грехи, ты видишь Его жертву. Когда ты видишь себя во Христе, ты видишь не свое малодушие, а Его подвиг. Когда ты видишь себя во Христе, ты видишь не свою неверность, А его верность. Когда мы видим себя в оригинальном зеркале, стыд отходит от нас, потому что мы в присутствии оригинала. Потому что мы понимаем, если тогда Бог сотворил человека по образу своему и не пренебрег, он не стыдился никогда человеком. Перед всем творением Бог никогда не стыдился человека. Человек мог быть таким, какой он есть только в присутствии Божьем. Во всех других ему надо было притворяться, но в Божьем присутствии он был таким, какой он был создан. Мы получаем вдохновение, когда приходим к этому оригинальному зеркалу. Как здесь написано, мы взираем на этот образ из славы в славу. Да, есть понимание ошибок, есть понимание проблем, есть понимание каких-то, как я говорил, конфликтного потенциала внутри нас. Но при этом есть понимание движения в Божьей славе. Когда мы движемся в Божьей славе, это открывает нам величие будущего. То есть мы начинаем видеть не только, кто мы есть, но мы начинаем видеть, кто мы будем. Если мы живем только картинкой того, кто мы есть, мы разочаруемся. Откровение Иоанна, 1 глава, 12-17 стих. Иоанн в этом отрывке начинает так. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Иоанн, старец, апостол Иисуса Христа, к тому времени уже прошел множество испытаний, остался жив. И в момент написания этого послания, великого пророческого послания, он находится на каменоломнях, он находится в заключении. И он слышит голос, который обращается к нему. И он обращается, чтобы, как поворачивается, чтобы увидеть, кто говорит с ним. Иоанн знал, кто есть Иисус. Он лежал у него на груди. Это был его учитель. Их связывали тесные душевные взаимоотношения. И их связывал духовный дар. Но прошли десятилетия. Иоанн, старец, великий апостол любви, в заключении, вне церквей, вне общения. Нету интернета, нету зума, нету ничего. Он один. Ему уже очень много лет. Он старец. Отлученный от той работы, которой он посвятил всю свою жизнь. Он слышит голос за своей спиной. Он поворачивается. И он видит зеркало. Конечно, в Писании написано не так. Он говорит, я вижу. И он начинает описывать величайшего царя, у которого голос, как шум, вот многих. Который блистает в своей силе, который блистает в своей силе, который обличен величием. Этот царь царь царей, написано, Иоанн падает к его ногам. Он не ожидал увидеть такое видение. Что ты видишь, Иоанн, ты видишь свое будущее, потому что ты во Христе Иисусе. Когда мы подходим к зеркалу Божьего оригинала, как Иоанн, он вдруг, находясь вот в этом унылом месте, в этом месте безнадежности, находясь в старости, находясь в отлучении от своих братьев, от церквей, он вдруг видит свое будущее во Христе Иисусе, как он даже и не предполагал. Потому что Христос говорит, я есть Альфа и Омега. Если мы с вами сможем подойти к оригинальному зеркалу, мы увидим в нем не только то, кто мы есть сегодня. Мы увидим в нем не только то, что нам нужно исправить. Мы увидим в нем наше будущее. И это будущее изменит твою реальность. Оно преобразует твое мышление. Оно укрепит и поможет тебе не обращать внимания на эти дьявольские слова. Все, что тебе нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, переступи слово, и ты будешь как тот, чей образ ты почитаешь. Когда мы видим во Христе наше будущее, славное, великое, превознесенное, вечное, ничто не может уже извратить наше восприятие. Иисус говорит, и я буду завершать, пожалуйста, прославление, присоединяйтесь ко мне. Евангелие Иоанна, 5 глава, 44 стих. Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищите. Иисус говорит людям, окружающим Его, как вы можете веровать. Другими словами, как вы можете делать то, что вы хотите делать с Богом? Как вы хотите сохранить семью с Богом? Как вы хотите сохранить служение с Богом? Как вы хотите сохранить детей в Боге, если вы не способны верить? А ваша не способность верить от того, что ваши образы находятся вокруг вас в то время, когда они должны исходить из Писания, из Божьего Слова. Ты должен знать, кто ты во Христе Иисусе. Если ты не знаешь, кто ты во Христе Иисусе, ты будешь пародией этого мира. Ты будешь пародировать успех, ты будешь пародировать богатство, ты будешь пародировать счастье. Но если ты знаешь, кто ты во Христе, это даст тебе веру. Это даст тебе веру. Которая проведет тебя сквозь испытания. Которая поможет тебе успокаивать штормы. Это даст тебе веру, которая будет исцелять твои болезни физические и душевные. Когда ты будешь знать, кто ты во Христе Иисусе. Ты не позволишь дьяволу извратить, пустить тебя по этому нелепому кругу, пытаться стать как Бог, когда ты уже находишься в Боге. Мы с тобой уже находимся в Боге. Некогда чужие, ныне свои. Некогда непомилованные, ныне помилованные. Царственное священство. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство. Как возвещать совершенство, если ты никогда их не видел в Боге. Если ты никогда не воспринимал их от Бога. Если ты не знаешь, какой твой Бог. Если ты, как тот нелепый служитель, говоришь, я разбогател, у меня нет нужды. Я смог устроить свою жизнь. Посмотри на Христа. Ты даже еще не знаешь, что такое жизнь. Вечность открыта перед тобою, который однажды порог переступив. Так написано. Ты вдруг узнаешь. Ты вдруг поймешь, кто ты во Христе. Там слова, которые невозможно передать. Там величие, которое невозможно описать. И это будет тебе не на 50, не на 20, не на 100 лет. Это не квартира, которую ты купишь в ипотеку и в лучшем случае 60 лет проживешь в ней. Это обители невечающие, вечные. Это пребывание с Богом, который будет сам твоим солнцем. Если мы не ищем славы Божьей, как может быть у нас вера? Как мы сохраним отношения? Как мы преодолеем эти кризисы? Как мы победим свою гнилую натуру, если в нас не будет веры? Давайте встанем для молитвы. Искусство жить вместе. В твоей спальне должен быть оригинал. На твоей кухне должен быть оригинал. В твоем кабинете должен быть оригинал. В твоей гостиной должен быть оригинал. Если в твоей жизни будет оригинальное зеркало, у дьявола нет шанса разрушить отношения. Но если ты позволишь ему поставить туда зеркало, которое будет давать тебе только пародию, если на твоих стенах висят плакаты пародии, если с экрана телевизора ты смотришь пародии, если на кухне у тебя пародии, дорогие, нам будет очень тяжело сохранить то, что Богом верено. Не позволь дьяволу извратить твое самовосприятие, сделать его ущербным в то время, когда ты оригинал во Христе Иисусе. Мы посажены в нем на небесах. Так написано. Мы уже в нем. Субтитры создавал DimaTorzok